Дорогие родители, всем привет! Перед вами 24-й урок детского курса Puzzle Piano. Тема урока – балет. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Для проведения урока родителю понадобится фортепиано, методическое пособие, подписка на канал Your Piano, компьютер, пазл и раскраски. Выполните упражнения. Повторите песенки у лягушки юбилей, музыкальная семейка, веселый сверечок, пингвин и проапельсин. Поем песенку про ноты и песенку про длительности. Повторите название октав и также стишок про длительности. Играем первое упражнение ганона без остановок на последней ноте до конца. Разучиваем второе упражнение ганона. Объяснять также без нот и схематично. Как только правой рукой получается играть с остановками на последней ноте схемы, подключать левую руку по такому же принципу. Как только упражнение выучено по сходящим и нисходящим направлениях с остановками на последних нотах схем, пробовать играть без остановки. Новое понятие – балет. Балет – это вид сценического искусства. Это спектакль, музыкальное произведение для театра, действие которого целиком строится на танцах. В балетном спектакле нет слов, но выразительные танцевальные движения способны передать самое разнообразное содержание – от сказки до трагедии, от романтической поэмы до комедии. Корни балета из народного творчества. Разнообразные и богатые по содержанию народные танцы разных стран Европы стали источником этого сложного вида музыкально-театрального искусства, прошедшего долгий и сложный путь развития. Итальянское слово «балетто», означающее одновременно танец, бал и балет, утвердилось в Италии и Франции в конце XVI века. Балет – это сложный музыкально-сценический жанр, в котором тесно взаимодействуют несколько искусств. Содержание этого красивого спектакля раскрывается выразительными средствами музыки, хореографии и декоративной живописи. Поэтому у балетного спектакля четыре создателя. Композитор, либретист, то есть автор либретто, балетмейстер и художник. Композитор пишет музыку на основе либретто. Это краткое изложение содержания. Балетмейстер сочиняет хореографию. Художник создает костюмы действующих лиц, а также декорации. Либретист пишет либретто. Балет состоит из танцевальных номеров и пантомимных сцен. Музыка танцев подчинена четким танцевальным ритмам. Великий балетный композитор Петр Ильичайковский, создатель бессмертных балетов. Лебединое озеро, спящая красавица, щелкунчик. Также прекрасные балеты Золушка и Ромео и Джульетта, Сергея Сергеевича Прокофьева. Радостные и праздничные детские балеты. Доктор Айболит, Чиполина и Петя и Волк. Одна из самых известных балерин – Майя Плесецкая. Пуанты – неотъемлемая часть танца в классическом балете. Пуанты позволяют танцовщице принять положение с точкой опоры на кончике пальцев вытянутой стопы одной или обеих ног, что делает позу менее бытовой и более возвышенной. Пуанты первоначально применялись для ролей фей, богинь или прочих волшебных созданий, чтобы подчеркнуть их неземное происхождение. Тогда как простым смертным отводился танец на полупальцах или в характерных туфлях на каблучках. Первой балериной, вставшей на то, что сейчас мы привыкли называть пуантами, была Мария Тальони, дочь знаменитого балетмейстера Филиппо Тальони, отца-основателя так называемой эпохи балетного романтизма. Мария, по словам современников, не имела никаких данных для занятий балетом. У нее были длинные конечности, довольно высокий рост и плоская грудь. Она была слишком худая. Но сейчас все вышеперечисленное – это минимальные требования к артистке. Тальони сам репетировал с дочерью. Его новые балеты требовали необычайной легкости и воздушности. Мария отказалась от тяжелых юбок, корсетов и обилия украшений и выходила на сцену в лечащей пачке шопенки. Выполните упражнение. Посмотрите видео номер 48, 49 и 50. Спасибо, что посмотрели. Ссылки на тематические видео для этого конкретного урока я оставлю в описании. Разворачивайте описание, там всегда много интересной информации. Если вы хотите заниматься вдвойне или даже втройне эффективнее, занимайтесь по схемам проведения уроков. Ссылку на схемы проведения уроков я оставлю в описании. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк. Если информация оказалась для вас полезной и интересной, подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok